Не подписывать закон об образовании просят президента депутаты Закарпатского облсовета. По их мнению, документ нарушает права национальных меньшинств. Впрочем, согласны с этим не все. Сторонники закона устроили под облсоветом митинг. Марина Коваль выслушала обе стороны. С самого утра здание облсовета в оцепление полиции. Местные депутаты собрались на очередную сессию. Один из вопросов обращение к президенту не подписывать закон об образовании. Сказать «нет» пришли активисты. В здание их не пускают. У полиции есть информация, что готовятся провокации. Мы считаем, что это антидержавная деятельность. И мы хотели закликать депутатов областной рады не стати на шлях антигородской деятельности. Пока активисты пытаются прорваться через кордон полиции, сессия начинается. Обращение ставят на рассмотрение первым. Замглавы облсовета, этнический венгр, говорит, новая реформа образования нарушает конституцию. Начиная с пятого класса, поступово вводится навчание всех предметов категорично украинской умовой. Порушивает 22 статью Конституции, которая говорит, что при принятии новых законов, а внести изменений в членный закон, не позволяет сворачиваться существующих прав и свобод. Обращение к президенту депутаты принимают. Уверяют, они не требуют витировать закон целиком, а просят, чтобы над ним еще поработали специалисты и учли права нацменьшинств. О том, что документ далек от совершенства, говорит и губернатор Закарпатия. Если эти правы не будут внесены, то Рада Европы, все равно кто-то пошел их в Венецианскую комиссию, или пошел их в Раду Европы, и там их забракует. В таком виде закон не можно выпускать. Он забракуется международными организациями. Активисты попали в здание облсовета уже после того, как обращение к президенту было принято. В фойе развесили плакаты и разошлись. Депутаты же продолжили рассматривать насущные вопросы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.